Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим условия главного брожения и наполнения бродильного аппарата. Главное брожение регулируется в зависимости от типа изготавливаемого пива и от требований скорости брожения. При холодном брожении температура поднимается с самое большое до 9 градусов Цельсия. При теплом брожении она достигает 12-14 градусов Цельсия. Главное брожение обычно регулируется согласно практическому опыту и условиям, определяемым местными требованиями к пиву. Рассмотрим подробно условия главного брожения. В бродильном цехе высота потолков 4,8 или 6 метров. Полы, потолки и стены для снижения холода покрыты теплоизоляционным материалом. Если бродильные аппараты устанавливают в несколько ярусов, то высота помещения увеличивается. Температура воздуха в цехе должна быть около 6 градусов Цельсия. Влажность не более 75%. Количество диоксида углерода не более 0,1%. Охлаждение воздуха в бродильном цехе осуществляют с помощью воздухоохладителей, установленных в цехе или в отдельном помещении. Воздухоохладитель представляет собой батарею, в которой циркулирует холодный рассол. Воздух из цеха брожения отбирается вентилятором, подается на воздухоохладители и охлажденным снова возвращается в цех. Этот способ обеспечивает постоянную температуру в цехе и хорошую вентиляцию. По другому способу воздух охлаждают посредством ребристых или гладкотрубных холодильников, подвешенных в цехе к потолку. В этом случае в помещении устраивается приточно-вытяжная вентиляция, необходимая для удаления влаги и выделяемого при брожении диоксида углерода. Главное брожение проводят в открытых и закрытых бродильных аппаратах. Бродильные аппараты изготавливают прямоугольные или цилиндрической формы. При применении прямоугольных аппаратов площадь цеха используется наиболее полно. В боковой стенке прямоугольного аппарата на высоте 10-15 см от дна имеется патрубок для слива молодого пива, а в днище патрубок для удаления осевших дрожжей. Внутри установлен охлаждающий змеевик для отвода теплоты, выделяющийся при брожении. В производстве наиболее широко распространены горизонтальные цилиндрические аппараты главного брожения – танки. Такой аппарат представляет собой герметичный цилиндрический резервуар вместимостью до 50 кубометров, снабжённый охлаждающим змеевиком. На нём имеется штуцер для присоединения пивных шлангов. Кран 1 для наполнения и спуска пива, люк 2 для осмотра и мойки внутренней поверхности, кран 3 для отбора проб, штуцеры 4 и 6 для установки шпунта аппарата, и штуцер 7 для установки манометра, а также предохранительный клапан 5. Для обеспечения достаточного осветления молодого и готового пива аппараты для главного брожения изготавливают диаметром не более 2,4 метра, а для доображивания не более 3,6 метра. Вместимость одного аппарата подбирают с учётом объёма сусла, получаемого от одного, двух и более заторов. Число аппаратов в цехе определяют в зависимости от числа варок затора в сутки и продолжительности процессов главного брожения. Наполнение бродильного аппарата суслом и введение в сусло дрожжей. Перед внесением в бродильный аппарат семенные дрожжи смешивают в отдельном сосуде с холодным пивным суслом из расчёта 2-6 дециметров кубических сусла на 1 кубический дециметр дрожжей. Перемешивают стерильным сжатым воздухом и ремешалкой и оставляют на от 1 до 3 часов для разбраживания при температуре около 6 градусов Цельсия. Перед заполнением аппарата суслом на входной патрубок аппарата надевают полый стакан для предотвращения попадания дрожжей позже в аппараты дображивания. Холодные сусла температуры от 5 до 7 градусов Цельсия принимают в подготовленный бродильный аппарат в таком количестве, чтобы оно покрыло его дно. После этого вводят бродящие дрожжи, перемешивают и заполняют аппарат суслом до полной вместимости. При наличии в бродильном цехе аппарата для предварительного брожения дрожжи подготавливают в нем в течение 18-24 часов на всю вместимость бродильного аппарата и вводят их во время спуска сусла первой варки из расчета 0,4-0,5 кубических дециметра. Дрожжи расы F2 в количестве 0,8-1 кубический дециметр на 10 дал всего сусла. Затем доливают суслом следующих варок. При отсутствии аппарата предварительного брожения количество вносимых дрожжей увеличивают до 0,5-0,6 кубических дециметра на 10 дал сусла. Заполнение бродильного аппарата считают законченным, когда в нем останется незаполненным около 10% его вместимости. Однако для нормального протекания процесса брожения следует соблюдать ряд условий. Прежде всего необходимо, чтобы использованные семенные дрожжи имели хорошую бродильную способность и были биологически чистыми. Сусло должно быть достаточно насыщено кислородом и иметь удовлетворительный состав. Важно также хорошее осахаривание и правильное соотношение сахаров к несахарам. Расщепление высокомолекулярных вилков в сусле должно быть относительно глубоким, чтобы дрожжи имели достаточно азотистых веществ в ассимилируемой форме. Из-за ферментативного характера всего процесса брожения сусло не должно перед сбраживанием иметь PH выше чем 5,8. Определенное влияние имеет также концентрация сусла. Лучше всего сбраживается 10-12% сусло. Сусло с низким содержанием экстракта является средой с менее пригодными условиями питания. А в сусле с экстрактивностью выше 18% брожение замедляется. После сбраживания сусла деятельность дрожжей проявляется с одной стороны в размножении, а с другой в начале спиртового брожения. Введение главного брожения – это операции, связанные с регулированием условий процесса, температуры, продолжительности брожения, степени сбраживания, введение чистой культуры дрожжей. Основное влияние на брожение оказывают применяемые расы дрожжей, температура сбраживаемого сусла и бактериальная частота. Для брожения пивного сусла принято метод низового брожения, связанный с применением раздрожжей низового брожения. Эти дрожжи хорошо сбраживают практически все сахара, кроме лактозы и декстринов, и частично мальтотриозы. Температура сусла, при которой вводят семенные дрожжи, называется установочной, начальной температурой брожения и колеблется от 5 до 7 градусов Цельсия. Введение главного брожения включает три основные технологические операции. Наполнение бродильного аппарата охлажденным суслом, введение в сусла дрожжей и изображивание его до получения молодого пива. Дополнительными операциями являются снятие деки, тонкого слоя опавшей коричневой пены, перекачивание молодого пива на дображивание, отбор и подготовка семенных дрожжей, мойка, дезинфекция и подготовка аппарата для следующего цикла. В этом видео мы рассмотрели условия главного брожения и наполнение бродильного аппарата. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления, и вы будете получать уведомления о новых видео. Поделитесь этим видео в социальных сетях, с теми людьми, которыми оно могло бы быть интересным. А я с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго и до новых встреч.